Музыка Хорошо известно, что некоторые металлы и сплавы ведут себя при температурах, близких к абсолютному нулю, как сверхупроводники. Что это означает? Что электрический ток течет по ним практически без сопротивления. Согласно современной теории сверхупроводимости, этот эффект объясняется тем, что свободные электроны при столь низких температурах объединяются друг с другом, образуя так называемые пары Купера. Эти пары Купера являются фактически новыми квазичастицами, которые обладают, естественно, двойным электрическим зарядом, но нулевым спином. Это означает, что, предположительно, с фермионным электронам эти квазичастицы являются бозонами. Тем самым, когда они текут вдоль сверхупроводника, они не заводействуют со свободными электронами. И именно ток вот этих пар Купера и является ответственным за сверхпроводимость. Давайте допустим, что у нас имеется сверхпроводник во внешнем магнитном поле H. Чтобы подчеркнуть его трехмерность, я его буду изображать в виде, ну, изображу так условно в виде кубика в трехмерном пространстве. Хотя, конечно, он не должен быть кубиком. А вот здесь направление магнитного поля H. Тогда, согласно известному эффекту Майстера, это поле магнитное должно выталкиваться в сверхпроводника. Так что внутри сверхпроводника поле H равно нулю. Если мы будем теперь увеличивать уровень поля H, то при некотором критическом значении произойдет пробой сверхпроводника, и магнитное поле начнет проникать внутрь. На этой стадии внутри сверхпроводника будут возникать трубчатые зоны смешанной проводимости, называемые трубками тока. Давайте я их постараюсь здесь нарисовать. Вот такие трубки, которые направлены вдоль направления магнитного поля. Их может быть много, вообще говоря. И проводимость такая. Вот в центре этих трубок, это так называемые абрикосовские нити. Вот вдоль этих абрикосовских нитей проводимость уже нормальная. За пределами трубок, она все еще сверхпроводимость. А вот здесь внутри трубок, но вне абрикосовских нитей, она имеет такой смешанный характер. Это смесь сверхпроводящей фазы и нормальной фазы. Вот я об этом, собственно, уже сказал. Если мы будем наращивать уровень магнитного поля, то число трубок и их размеры будут возрастать, пока при втором критическом значении они заполнят весь сверхпроводник, превратив его в обычный проводник. Так происходит разрушение сверхпроводимости. Теперь давайте все-таки к математике немножко перейдем. Значит, математически смешанное состояние сверхпроводника, которое возникает в трубках тока, может быть описано с помощью логериджана, предложенного Гинсбургом и Ландау. Для того, чтобы выписать этот логериджан, давайте рассмотрим некоторую идеальную модель, в которой сверхпроводник совпадает со всем пространством R3, и весь находится в смешанном состоянии, за исключением абрикосовских нитей. И давайте возьмем горизонтальное сечение этого сверхпроводника плоскостью R2 ортогональной полю H. А само поле H будем предполагать направленную вдоль оси Х3. Значит, картинка такая. Мы берем здесь такое вот сечение. Мы предполагаем, что поле является однородным вдоль оси Х3. И здесь будут точки пересечения с этой плоскостью. Это вот плоскость R2. R2 с координатами Х1 и Х2. Вот для такой модели Гинсбургом и Ландау был предложен логериджан, который имеет такой вид. Давайте я его выпишу, потому что я на него буду ссылаться. Значит, давайте вот здесь я напишу. L от Афи. Сейчас я объясню смысл всех букв, которые там написаны. Это модуль Фа в квадрате плюс модуль Д Афи в квадрате плюс Лямбда, деленная на 4 единица минус модуль Фи квадрат в квадрате. Вот так было Гинсбургом. Теперь я постараюсь объяснить, что означают все эти буквы, которые в нее входят. Во-первых, с физической точки зрения, вот переменная А, которая здесь стоит, с физической точки зрения представляет собой электромагнитный вектор потенциала, обычный. А математически она является связанностью на R2, которая создается такой формой А1, ДХ1 плюс А2, ДХ2 с гладкими, чисто мнимыми коэффициентами. Кривизна этой связанности, которая задается такой формой, это просто внешнее произведение от формы А, или можно записать ее в таком виде, где все коэффициенты, это есть разность производных. Такая вот разность производных, где ДЖ, это Д по ДХЖ. И физически она интерпретируется как электромагнитное поле. Так что член модуля ФА в квадрате, вот первый член, который стоит здесь, отождествляется с Лагенджаном Максвелла. Так что это вполне, так сказать, привычная для физиков вещь. Теперь вторая величина, которая входит в него, это φ. Величина φ называется полем Хиггса и задается гладкой комплексно-значной функцией φ, равной φ1 плюс И φ2 на вот этой плоскости R2. С физической точки зрения она описывает скалярное поле, которое взаимодействует с электромагнитным полем А. И она интерпретируется как волновая функция пар Купера. Ну, конечно, после того, как все проквантуется. Теперь следующий член, вот я объясняю здесь, это модуль ДАФИ в квадрате. Постараюсь объяснить его. Значит, кавариантное внешнепроизводное ДАФИ, которое там стоит во втором члене, это просто вот что такое. Это ДАФИ, внешнепроизводное плюс А умноженное на φ. То есть она записывается вот в таком виде, в стандартном виде. А сам член, модуль ДАФИ в квадрате, он как раз отвечает за взаимодействие электромагнитного поля с полем Хиггса. Это, надо сказать, тоже, да, физика вполне, так сказать, привычная и элементарная вещь, как описать взаимодействие двух полей. Так что главным ингредиентом в Лаграндже, Гитзбук и Ландау является вот этот третий член, который здесь стоит. Лямбда делённая на 4, единица минус модуль ДАФИ квадрат в квадрате. Параметр лямбда больше нуля. Это комбинация нескольких физических параметров, я сейчас уже не буду вдаваться в подробности. Смысл его состоит в том, что этот член, как говорят физики, отвечает за самодействие поля ФИ. И то, что здесь написано, оно имеет нелинейный характер. И вот это было главное, так сказать, введение Гинсбурга и Ландау. Теперь нули функции ФИ отвечают точкам пересечения абрикосовских нитей с плоскостью Р2. Вот они здесь указаны, вот эти точки пересечения. На бесконечности мы требуем, чтобы модуль ФИ стремился к единице. Физически это означает, что на бесконечности у нас остаётся чистая сверхпроводимость. Теперь как ведёт себя поле, как ведёт себя функция ФИ в окрестности нуля. Давайте рассмотрим окрестность нуля функции ФИ, записанной в такой полярной форме, рона Е в степени тета. Тогда, если мы рассмотрим векторное поле, градиент вот этого угла тета, то оно ведёт себя как гидродинамический вихрь. Ну вот если это нуль, то это векторное поле выглядит так. Может быть сложнее, но в любом случае оно вращается вокруг нуля. Поэтому решение, рассматривая модели, называется вихрами Гигзем и Вандау. Хотя, конечно, они сильно отличаются от гидродинамических вихрей. Я не буду задаваться сейчас в подробности, чем. Параметр лямбда. Это очень важный параметр. Вот здесь входил сюда лямбда, делённая на 4. При лямбда меньшем единице вихри притягиваются друг к другу, а при лямбда большем единице отталкиваются друг от друга. Так что он отвечает за взаимодействие вихрей. При критическом значении лямбда равно единице вихре не взаимодействует. И мы можем ожидать, что при таком значении лямбда можно реализовать любую конфигурацию вихрей, то есть любую конфигурацию нулей функции φ. Этот случай, конечно, математически наиболее интересен. Иногда его называют самодуальным. И по этой причине мы кладём лямбда равной единице, и другие случаи рассматривать здесь сейчас не будем. Теперь я перехожу к вихрям Гинзмуру-Ландау. Для этого нам, во-первых, нужно задать потенциальную энергию нашей модели, а потенциальная энергия задается просто интегралом от вот этого Лагернджана Гинзмуру-Ландау. Вот он здесь написан. Интеграл по плоскости Р2. Тогда из условия модуль φ стремится к единице следует, что рассматриваемая задача обладает топологическим инвариантом, который сдаётся числом вращения отображения φ. Что такое число вращения? Это функция φ, вот отсюда вытекает, переводит окружность достаточно большого радиуса в топологические окружности. А для таких отображений есть очевидный топологический инвариант, который называется вихревым числом и может принимать любые целочисленные значения. Теперь мы можем дать более строгое определение вихрей. Что такое вихри? Это пары Афи, которые здесь входят, на которых реализуется минимум потенциальной энергии в заданном топологическом классе, который выделяется значением вихревого числа d. Если d положительное, такие вихри называются d-вихрями. Если d отрицательное, то называются антивихрями. Важной особенностью рассматривания задачи и на самом деле определяющей специфику ее является то, что функционал потенциальной энергии у от Афи инвариантен относительно бесконечной мерной группы калибровочных преобразований. Что с точки зрения теории дифференциальных уровней является очень неприятным, конечно, сообщением. Калибровочные преобразования издаются таким образом. Мы к А можем добавлять дифференциал от некоторой функции, а Фи можем умножать, ну, можем менять фазу Фи. Здесь Хи – это произвольная гладкая вещественно-значная функция. Вот такие преобразования с точки зрения физики ничего не меняют физически. С точки зрения математики, конечно, это очень большая, как говорится, неприятность, прямо скажем. Поэтому нас интересует на самом деле не пространство всех, да и вихрей. И его на самом деле никого не интересует, как его описать. Потому что с точки зрения физики мы заинтересованы только в факторе таком девихрей по калибровочному преобразованию. Оказывается, этот фактор, вот это пространство модулей, описывается следующей теоремой Таупса. Давайте введем на нашей плоскости Р2 комплексную координату z, очевидным образом, отождествляя Р2 с комплексной плоскостью c, с координатой z. Тогда теорема Таупса утверждает, что для любого неупорядоченного набора точек z1, zk из к точек на комплексной плоскости c, взятых с кратностями d1, dk, такими, что сумма всех кратностей равна d, это мы хотим строить девихрь, существует единственный с точностью калибровочного преобразования девихрь Афи, такой, что отображение фи обращается в нуль, в точности в точках z1, zk с заданными кратностями d1, dk. Полное описание этого пространства модуля. Более того, Таупс на самом деле доказал больше. Он показал, что любая критическая точка нашего функционала потенциальной энергии с вихрьевым числом d, который я пока предполагаю положительным, калибровочно эквивалентно к какому-то d-вихрю. Что это означает? Что все решения уравнений Эйлера-Лагранжа до этого функционала с конечной энергией и вихрьевым числом d больше нуля на самом деле стабильны и обладают минимальной энергией в своем антопологическом классе. То есть уравнение второго порядка Эйлера-Лагранжа сводится к уравнению первого порядка до минимумов, а именно для вихрей. Вот это такой замечательный случай. Кроме того, из теоремы Таупса вытекает, что пространство модулей для вихрей, md, можно отразистить с д-мерным векторным пространством, комплексным. Каким образом? Надо сопоставить набор z1, zk полином со старшим коэффициентом единица, нули которого совпадают с заданным набором точек и с заданными кратностями. Ясно, что множество таких полиномов это как раз и с д-мерным пространством cd. Антивихри с d меньше нуля допускают аналогичное описание, которое я уж не буду еще повторять. Объединяя эти два результата, можно дать им следующую физическую интерпретацию. Решение уравнений Эйлера-Лагранжа для функционала потенциальной энергии составлено либо из вихрей, либо из антивихрей. Рассматривать систему не может содержать одновременно вихри и антивихри. Подобные связанные состояния должны были аннигилировать до того, как система перешла в статическое состояние. Ну, в общем, такой вот тоже очень любопытный пример. Это антивихри, это полюса, да? Антивихри, это там, где они закручены в другую сторону. Полюса, да? Это нули фи. Нули это вихри, а полюса это антивихри. Антивихри закручены в другую сторону. Вихри закручены в одну сторону, у них положительные все эти самые числа вращения, а у Эйлера отрицательные, да. Давайте теперь включим в нашей модели время, добавив переменную х нулевое равную t. В этом случае поле Хиггса фи по-прежнему будет задаваться гладкой комплексно-значенной функцией на пространстве r3 уже, и будет зависеть теперь уже от времени. А форма А заменится на форму А красивая. Вот это А красивая, это вот что такое. Это то же самое, что было, а здесь добавился еще один член, который содержит дифференциал по времени. Коэффициенты по-прежнему являются гладкими функциями с чистыми нервными значениями, но уже теперь на пространстве r3, поскольку они все зависят от времени. Давайте обозначим временную компоненту формы А через А с ноликом наверху. Это вот это вот новое добавленное. А пространство компонента по-прежнему будет обозначать через А прямое. Вот она такая же, как была, только коэффициенты зависят от времени. Потенциальная энергия системы задается той же самой формулой, что и раньше. Иначе говоря, У вот здесь с А красивым то же самое, что У с А прямым. А кинетическая энергия задается такой формулой. Вот здесь стоят квадраты модулей производных, которые содержат время. Вот написано, как они сдаются. Видите, обязательно ходит время сюда. А здесь стоит вот этот дифференциал временной компоненты. Это потенциальная энергия. Я замечу, что формулу для нее содержат те же члены, которые входят в формулу потенциальной энергии, но обязательно содержащие производные по времени. Получившаяся модель управляется функционалом действия Гитцбурга-Ландау. Вот он, главный функционал. Этот функционал есть интеграл по времени от того, что называется функцией Лагранжа. Функция Лагранжа – это разность между кинетической и потенциальной энергией. А уравнение Лагранжа для этого функционала имеет следующий вид. Ну, я вас не надо вдумывать, то, что здесь написано. Я только скажу две характеристики. Вот одно уравнение. Видите, здесь четыре уравнения. Первое уравнение имеет характер связи. То есть означает, что вы накладываете в начальный момент времени, оно тогда автоматически выполняется. Так что можно считать, что оно несущественное. Потом два уравнения. Вот главное уравнение – это вот это, четвертое. Видите, что здесь стоит? Здесь стоят… Ну, обозначение вот здесь объясняются все. Здесь стоит ковариантный Деламбертиан. Так что то, что здесь написано, это нелинейное волновое уравнение. И очень сложно. Вот из-за этого вот этот член, самый противный, фи умноженный на моду фи в квадрате. Он, как говорится, все неприятности создает. Это я уже объяснил. Теперь уравнение Гитлбург-Ландау, так же, как и действие, которое мы вели, действие Гитлбург-Ландау, по-прежнему инвариантно относительно динамических калибровочных преобразований. Эти задаются той же самой формулой, что и раньше, только теперь функция хи у нас зависит от времени. Вот в этом все разница. Ну и так же, как в статическом случае, нашей главной целью является описание решения уравнения Гитлбург-Ландау с точностью для динамических калибровочных преобразований. Решения этих уравнений Гитлбург-Ландау мы будем называть просто динамическими решениями, а фактор по модуру калибровочных преобразований пространство модулей динамических решений. Ну вот теперь, что дальше с ними делать? Как их решать? Как мы видели в этом статическом случае, есть полное описание, полученное Тауксом. Здесь даже надежды нет такое получить описание. Даже надежды нет. Но тем не менее, все-таки есть один способ, который позволяет что-то сказать. А именно это так называемый диаметический предел, который я сейчас буду описывать. Итак, для исследования указанных динамических решений удобно выбрать калибровочную функцию хи, которая зависла от времени, я напомню, так, чтобы временная компонента потенциала обратилась в нуль. То есть так, чтобы а0 стала равна нулю. Это всегда можно сделать. И такая калибровка называется временной. Замечу, что после того, как мы наложили вот это условие временной калибровки, у калибровочной функции хи еще остается калибровочная свобода относительно статических калибровочных преобразований, то есть не затрагивающих время. В этой калибровке динамическое решение уравнения из Бурландава можно рассматривать как траекторию такого вида. Времени Т сопоставляется пара а от Т, фи от Т, где вот эти квадратные скобки означают, что мы берем не просто пару а фи, а с точностью до калибровочного класса берем, с точностью до статических калибровочных преобразований. Указана их траектория. Давайте вот сейчас я рисунок еще один нарисую, он будет очень полезным. Где эта траектория лежит? На самом деле эта траектория лежит в том, что называется конфигурационным пространством. Что такое конфигурационное пространство? Конфигурационное пространство, вот оно, его определение здесь дано. Это множество всех пар Афи, у которых конечная потенциальная энергия. Вихревое число, конечно, от Д не будет, зависит от того, что у нас всё тут гладкое. И фактор берётся по статическим калибровочным преобразованиям. Выглядит оно так. Оно, вообще говоря, бесконечно мерное, это НД. Легче всего представлять его в виде такого вот оврага горизонтального. Вот стенки этого оврага, это как раз и есть пространство, которое может быть бесконечно мерным, НД. А вот дно этого оврага, НД, это как раз статические решения. Теперь, если мы рассматриваем вот эту траекторию, то что это означает? Берём здесь гамма Т. Можно представлять себе, что у нас есть маленький шарик, и этот шарик катается по стенкам. Он может даже попасть на дно, вполне возможно, но остановиться не может, потому что у него ненулевая кинетическая энергия, и он должен снова сбираться на стенку. Вот так выглядят эти решения. Теперь, что же в пределе мы можем получить? Я вот уже сказал об этом. Да, вот чем меньше кинетическая энергия шарика, тем ближе его траектория ко дну, как я уже говорил. Теперь давайте рассмотрим семейство динамических решений гамма и эпсилон, зависимых от параметра эпсилон, которые будут создаваться вот такими траекториями гаммы эпсилон, завидающими от эпсилона, такими вот траекториями, которые здесь проходят. Эпсилон у нас стремится к нулю. Причём мы предполагаем, что кинетическая энергия указанных траекторий, которые есть просто вот такой интеграл от того функционала, который я написал раньше, пропорциональна эпсилон. Тогда, если мы перейдём к пределу, при эпсилон стремящемся к нулю, то кинетическая энергия обратится в нуль, мы получим статическое решение, то есть мы получим просто точку здесь. Какую точку здесь? Ну, в этом ничего интересного нет, от такого предела мало толку. Но, вот дальше, как говорится, главный трюк вот этого адиопатического предела. Давайте введём на каждой траектории гаммы эпсилон в медленное время тау равное эпсилон т. Давайте я здесь напишу. Тау равняется эпсилон т. Тогда что произойдёт? Смотрите, когда эпсилон стремится к нулю, у нас траектория всё ближе и ближе к этой, всё меньше и меньше кинетической энергии. Что это означает? Что шарик движется всё медленнее и медленнее. Но и время течёт всё медленнее. Это значит, что в пределе мы получим не точку, а получим, на самом деле, некоторую кривую, лежащую здесь. Я её обозначу через гаммы ноль. Вот такой предел называется адиопатическим пределом. Конечно, строго всё это можно доказать, это я на пальцах объясняю. И в этом пределе исходные динамические уравнения сводятся к так называемым адиопатическим уравнениям, решения которых называются адиопатическими траекториями. Вот эти адиопатические траектории у нас будут лежать в МД. Что мы на этом получили? А мы получили то, что вот эти динамические траектории допускают внутреннее описание. А именно, на вот этом пространстве статических решений можно ввести функционал кинетической энергии, который сдаёт на этом МД Римманову метрику, называемую кинетической иритиметрикой. И адиопатические траектории в точности является геодезической этой метрике. Почему это хорошо? Сама идея, идея приближённого описания медленных динамических решений в терминах пространства модуля статических решений была высказана на евристическом уровне физиком Ментоном, который сформулировал следующий адиопатический принцип. Для любой геодезической траектории гамма-0 на пространстве модулей Д-Вихрей найдётся последовательность гамма-эпсона динамических решений, сходящихся к гамма-0 в адиопатическом пределе. На первый взгляд, кажется, идея совершенно бредовая. Мы хотим описывать динамические решения, а на самом деле у нас есть только статические решения. Как это можно описать динамические решения в терминах только статических решений? Ну вот это, собственно, и идея есть адиопатического предела. Я не буду давать здесь строгую математическую формировку, и доказательство этого принципа было получено Романом Пальвелевым. Ещё раз скажу, что адиопатический принцип сводит задачу о рассеянии вихрей в рассматривании нами модели к описанию геодезических на пространстве модулей вихрей в кинетической метрике. То есть нелинейное уравнение в частных производных сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению Эйлера на этом пространстве. Казалось бы, всё ещё сделано. Что там обыкновенным-то уравнением мы можем решать? Но, к сожалению, для указанной метрики неизвестно никаких явных формул. Причина в том, что сама теорема Таумса, которую я формулировал вначале, не даёт явной конструкции для д-вихря с нулями в заданных точках на комплексной плоскости. Даже для д равна единице не даёт. В ней доказывается только существование вихря в окрестности решения линиаризованного уравнения с этими нулями. То есть это типичная теорема, как это часто бывает в вариационном принципе. Вот теперь это можно сказать, что я закончил первую часть моего доклада, а вторая часть относится к уравнениям Зайберга-Виттена. Совершенно недавно выяснилось, что вихревые уравнения Гиза-Бурла-Ландау тесно связаны с уравнениями Зайберга-Виттена на гладких четырёхмерных многообразиях. А эти уравнения произвели целый бум в гладкой топологии четырёхмерных многообразий, поскольку они позволили ввести варианты, которые описываются в терминах Абелевых уравнений, а не таких, как уравнения Янга-Милса. Но неважно. Здесь ключевую роль играет... К сожалению, здесь мне придётся использовать некоторые сведения из спиннорной геометрии. Я, конечно, не буду их себе формулировать, я только скажу, какие свойства нам нужны из понятия вот этой спиннорной структуры. Сила этой структуры состоит в том, что в теории Римновых поверхностей, как мы знаем, всегда можно ввести комплексную структуру, и это, как говорится, в основу этой теории. Поэтому эта теория столь успешна. В четырёхмерном случае, конечно, существование комплексной структуры – это очень редкое событие. Но есть вот её замена спиннорная, и она называется спиннорная структура, которая существует на любом четырёхмерном Римновом многообразии. Иными словами, если вы хотите работать с четырёхмерными многообразиями, вам нужно работать не в комплексном анализе, а в спиннорной геометрии. Тут ничего не поделаешь. Давайте я сейчас приведу основные свойства, которые мне нужны. Итак, пусть XG – это есть компактно ориентированное Римновом четрёхмерное многообразие, снабжённое связанностью Леви-Чивита. На нём можно определить Клиффорда умножение ρ. Что это такое? Это представление дифференциальных форм на нашем многообразии линейными эндоморфизмами, действующими на гладких сечениях спиннорного расслоения W над X. Что такое спиннорное расслоение? Это комплексное эрмитово-векторное расслоение ранга 4, которое возлагается в прямую сумму W плюс и W минус полуспиннорных расслоений уже ранга 2. Это спиннорное расслоение, чем оно хорошо? Во-первых, его тоже можно наделить связностью, а именно спиннорной связностью, которая является продолжением связанности Леви-Чивита до связанности на этом W. Кроме того, можно определить оператор Дирака на гладких сечениях расслоения W. И на самом деле именно решение уравнения Дирака выбирает огромную роль во всей этой теории. Итак, оператор Дирака задается просто композицией вот этой спиннорной связности и последующего Клиффордового умножения. Случай, когда многообразие является симплектическим, то есть наделено симплектической формой, совместимой с римонометрикой G, оно обладает также почти комплексной структурой, совместимой как с Овига, так и с G. Но это только почти комплексная структура, это и не есть настоящая комплексная структура. Мы не можем ввести координаты, пользуясь ей. Однако в этом случае имеется каноническая конструкция спиннорного расслоения. Я его буду обозначать W-кан. Это просто расслоение форм типа 0-ку на нашем многообразии, то есть вполне знакомое специалистам по комплексному анализу. Соответственно, W-плюс, полуспиннорное расслоение, есть сумма нулевых и 0,2 форм. А W- это 0,1 форма на нашем расслоении. То есть в этом случае это относительно знакомый нам случай. Кроме того, имеется явная форма в этом случае для Клиффорда умножения и каноническая конструкция спиннорной связности, которую я не буду приводить, потому что это потребует некоторого времени. Более того, если у нас над нашим многообразием Х есть эрмитовое линейное расслоение с эрмитовой связностью, то мы всегда можем построить новое спиннорное расслоение, которое есть тензорное произведение канонического на линейное расслоение. И ввести на него спиннорную связность, которая обозначена через А, просто как тензорное произведение канонической спиннорной связности на W-кан и заданной эрмитовой связности на Е. Оператор Дерака, который определяется по этой связности, вот этой А, которая есть в тензорном произведении, совпадает в этом случае с Д-чертой оператором, оператором Каши Риммана, но он не равен ему, потому что сюда добавляются еще два сопряженные к нему. Вот что заменяет оператор Каши Риммана в этом четырехмерном случае. Соответственно, можно ввести действие Зайберг-Виттена, которое вы сейчас увидите, что очень похоже на то, что было в случае Гизбур-Ландау. Опять стоит вот этот член, модуль кривизны в квадрате. Здесь опять стоит член набла Афи в квадрате. Фи у нас теперь будет сечением спинорного расслоения. А здесь вот новое появилось. Здесь у нас стояло, если помните, единица минус модуль фи в квадрате. А теперь здесь стоит SOG. SOG – это скалярная кривизна. Это факт очень неприятный, потому что скалярная кривизна, как известно, может быть и отрицательная. И тогда функционал уже не является положительно определенным. Ну, это одно из, как говорится, локальные минимумы этого функционала удовлетворяют уравнения Зайберга-Виттена. Первое уравнение, это как раз то, что я говорил, это решение уравнения Дирака. Не будет решения уравнения Каши Риммана, не стоит ожидать. Будут решения уравнения Дирака. Здесь стоит FA+, это автодуальные компоненты кривизны FA. Есть оператор Ходжа, звездочка. Так вот, это автодуальные пары с собственным значением плюс-минус единица. Вот автодуальные, это как раз с собственным значением плюс единица. Что-то такое? Здесь стоит фи, умноженное на фи со звездочкой. Это надо рассматривать как 2 на 2 матрицу. То есть это вектор, умноженный на вектор столбец, умноженный на вектор строку. Ну и вот такое получается, видите, относительно простое уравнение. И очень сильно похоже на то, что было в случае Думана. Решение этих уравнений опять задается парами Афи, где связанность А, я уже описал выше, Афи есть сечение вот этого положительного полуспенонного расслоения. И поскольку такие сечения задаются нулевыми формами, формами типа 0,2, то у нас есть пара, фи 0, фи 2. Одна из них просто функция, а другая 0,2 форма. На самом деле, вот эта теория Зайберг-Виттна, которую я сейчас описал, зависит по существу только от комплексного линейного расслоения Е, наделенную Эрмитой связанностью В. И в этом смысле она является Абелевой, в отличие от теории Янга-Милса. Уравнение Зайберг-Виттна, это уже более-менее понятно, можно рассматривать как четырехмерное обобщение статистики уравнений Гейсбурга-Ландау. Но это уже более-менее ясно даже из той формулы, что я написал. Теперь, какой же адиопатический предел? Мы снова хотим, здесь уравнения Зайберг-Виттна, они еще сложнее, чем в двумерном случае. Как же их решать? Ну, с помощью адиопатического предела. Адиопатический предел устроен так. Как и в двумерном случае, во-первых, заметим, что уравнение Зайберг-Виттна тоже инвариатно относительно калибровочных преобразований, задаваемых калибровочной функцией хи. Это, как говорится, уже ясно. Для того, чтобы гарантировать разрешимость, вот первая неприятность, для того, чтобы гарантировать разрешимость уравнений Зайберг-Виттна, необходимо, во-первых, наложить на первый класс черно некоторые топологические ограничения, типа того, что Д больше нуля, помните, было в двумерном случае. А вот самое неприятное, что надо рассматривать возмущение этих уравнений посредством добавления во второе уравнение подходящие автодуальные два формы ЭТО. Иначе мы не можем гарантировать разрешимость. В этом вся проблема. Предположим теперь, что Х есть компактное симпликтическое четыре многообразия, наделенное симпликтической два формы Омега и совместимое с ней почти комплексной структурой ЖИ. Опять мы рассматриваем эрмитовое расслоение Е, и обозначаемся через В, ассоциированное с пенорное расслоение. Оператор Дера, как я уже сказал, совпадает с такой суммой оператора Кошеримана и сопряженного к нему. Фи задается парой, как я уже сказал. Комплиццицированное расслоение в этом случае автодуальных форм, вот автодуальные формы это целое расслоение такое, мы рассматриваем его комплексификацию. Оказывается, что оно состоит из трех членов. Первый член, это те, которые параллельны, формы, которые параллельны омеге, омега – это симпатическая форма, потом есть 0,2 формы и 2,0 формы. Соответственно, второе уравнение Зайберга-Виттена, которое я только что писал, ну ладно, не буду, а вот оно, второе уравнение Зайберга-Виттена, вот это вот, оно распадется, на самом деле, оно же было на автодуальную часть, оно распадется в сумму. Одно уравнение будет для компонента параллельно омега, другое для 0,2 компонента, а компонента 2,0 будет сопряжено уравнением для 0,2 компонента, я опускаю ее. Вот уравнения, как они выглядят. Значит, первое уравнение, смотрите, это уравнение Дирака, вот оно так переписалось, второе уравнение на 0,2 форму, где добавилось вот это возмущение, пертурбация, и третье форма – это уравнение на формы параллельной компонента параллельной омеги. Здесь тоже участвует эта форма. Теперь давайте предположим, что топологические условия будут выполнены, это тривиальная часть, и введём в уравнение Зайберга-Виттена масштабный параметр лямбда, добавив к них возмущение, это, которое с точностью несущественного члена, вот оно же такое, π и лямбда омега. И мы лямбду хотим устремить к бесконечности. Поэтому мы вместо φ0 и φ2 записываем теперь α и β, которые уже нормированы относительно вот этого масштабного параметра. Тогда возмущённые уравнения записываются вот в таком вот виде. И мы знаем, что при достаточно больших лямбда они имеют решение, это надо доказывать, конечно. Теперь, как они ведут себя, решение этих уравнений? Здесь есть опять результат Талпса, очень хороший, что решения α и β этих уравнений ведут себя следующим образом, при лямбда стремясь к бесконечности. Модуль α и λ стремится по модулю к единице всюду, вне множества нулей, а модуль β и λ стремится к нулю вообще всюду. Это такая несимметричность возникает из этапологических условий наложенных. Давайте обозначим теперь через c λ как раз множество нулей вот этого сечения α и λ. Эти кривые тогда, c λ, это такие кривые получаются, комплексные кривые, точнее, они почти комплексные. Эти кривые будут сходиться в смысле потоков к некоторому дивизору псевдоголоморфному, который задается цепью вида сумма dk, t, ck, очень похоже на то, что было раньше, который состоит из псевдоголоморфных кривых, то есть голоморфных относительно этой почти комплексной структуры, взятых с кратностями dk. Вот, к сожалению, можно было бы считать, что всё сделано, потому что предел есть, уравнения получаются очень простыми в пределе, но здесь, видите, написано, вот оно, ключевое слово, в смысле поток, то есть в смысле обобщенных функций. Эта сходимость практически ничего не даёт, так что сходимость только в смысле обобщенных функций, то есть в смысле интегралов от них. Одновременно исходные уравнения, чем хороший адипатический предел? Что исходное уравнение Заберга-Виттена редуцируется к семейству и кривых уравнений. Сейчас я нарисую, это надо нарисовать. Значит, давайте я нарисую только для одной кривой. Вот это у нас одна кривая, цекатая. Это почти комплексная кривая, то есть она размерности 2 вещественной. Ортогональные к ней плоскости нормальные тоже имеют размерность 2. Это комплексные плоскости. Так вот, оказывается, основное наблюдение, почему они так хороши, эти уравнения Заберга-Виттена, что сходятся к семейству вихревых уравнений вот в этих плоскостях ортогональных цекат. Для чего я всё рассказывал про эти самые случаи Гитцбурра-Ландау. Вот эту цепь, которая получается в пределе, можно рассматривать как комплексный аналог адипатических геодезических 2 плюс 1 мерном случае. 2 плюс 1 мерном случае – это были настоящие геодезические, просто кривые. А здесь это комплексные кривые. Вот в чём разница. Когда мы переходим к случаю 2 плюс 2, я его называю 2 плюс 2, эти геодезические уже становятся комплексными. Обратно. Для того, чтобы можно было восстановить решение уравнений Заберга-Виттена по семейству вихревых решений в нормальных плоскостях, это семейство должно удовлетворять нелинейному до 4 уравнению. То есть это всё настоящие псевдогламортные кривые, они должны удовлетворять почти комплексному уравнению Каширимова. Это нелинейное до 4 уравнение можно рассматривать как комплексный аналог уравнения Эйлера для адипатических геодезических комплексного времени. Вся разница состоит в том, что вместо обычных решений уравнений Эйлера мы получаем решение такого нелинейного до 4 уравнения, а параметр комплексный. То есть время у нас теперь комплексное стало. Ну и всё, я заключаю уже, тем более, что, по-моему, мне уже пора заканчивать. Давайте заключительный вывод. Тем самым для уравнения Заберга-Виттена на симплектических 4 многообразиях мы получаем следующее соответствие устанавливаемой конструкции диабетического предела. решения уравнения Заберга-Виттена сводятся с помощью процедуры передельного перехода к семействам вихривых решений в нормальных плоскостях псевдогламортных дивизоров. Вот это, собственно, главный вывод. Почему он так важен? Давайте я сейчас приведу один конкретный пример, уже писать ничего не буду. А что, если всё-таки наше многообразие было Келлеровым, то есть на нём была настоящая комплексная структура, что тогда здесь происходит? Тогда, оказывается, никакого предела вообще не нужно. Нужно взять достаточно большое лямбда, и здесь получится настоящий гламортный, в нормальных плоскостях настоящий гламортный кривой решение. И этот случай уже давно был разобран и известен. Здесь вот видите псевдогламортные дивизоры. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok